И к основной теме дня. С 1 января в Казахстане могут вырасти минимальная заработная плата, пенсия, месячный расчетный показатель и прожиточный минимум. В начале сентября президент поручил правительству увеличить минимальную зарплату до 60 тысяч тенге. И вот спустя три недели на сайте открытых НПА появился проект закона о республиканском бюджете на 22-24 годы. Документ доступен для обсуждения до 6 октября. Насколько изменятся цифры, от которых зависят пособия, стипендии и пенсии, расскажет моя коллега Зарина Беремкул. Зарина, есть ли заметные изменения? Добрый вечер. Четыре из пяти показателей, которые изменятся в следующем году, вырастут совсем немного. Например, минимальная пенсия может стать больше всего на 2 тысячи тенге, базовая пенсия менее чем на тысячу тенге и величина прожиточного минимума чуть более чем на полторы тысячи тенге. То есть в среднем рост на 5-7%. Такое происходит ежегодно из-за инфляции. Наибольший рост, как и ожидалось, на 40% может быть у минимальной заработной платы. Как поясняют экономисты, рост произошел спустя несколько лет и поэтому должен был догнать размер медианной зарплаты, которая сейчас равняется примерно 200-250 тысяч тенге. Тем не менее, разница большая, что свидетельствует о слабой экономике в стране, говорят специалисты. Сам же рост до 60 тысяч тенге коснется очень малого числа людей, кто получает МЗП по договору и, соответственно, не отразится на инфляции. Она незначительно повлияет, но то, что государственные расходы незначительно увеличатся, может, для компаний расходы, но основная масса у нас выше минимальной зарплаты получает. Даже те, которые с низкими доходами. Зарина, а есть ли какие-то минусы у этого решения? Оскар, всем известно, что МРП используется для расчета сумм различных штрафов. Этот показатель в следующем году предлагают увеличить до 3063 тенге. При нарушении ПДД, например, превышении водителям скорости, предусматривается штраф 5 МРП. Это сейчас 14,5 тысячи тенге и в будущем этот штраф может вырасти до 15 315. Также актуальность сейчас штрафа за нарушение сантребований физлицами может вырасти почти до 92 тысяч тенге. Аскар!